всем привет сегодня у нас 27 октября вот я выхожу в эфир 27 октября 27 октября тысячи какого тысячи 2013 года я по привычке я же все для меня вот этот календарь он уже в какой-то момент времени перестал иметь значение я не считаю годы дни месяцы поэтому иногда путаю 2013 год 27 октября умер лурит это было потрясение на самом деле потому что лурит для меня и для многих моих товарищей так же как и граждан мира большого числа относился к тем людям которые кажутся вечными у меня было ощущение что лурит был всегда и будет всегда и его песни его новые альбомы которые выходили довольно регулярно последние годы его жизни они также будут появляться появляться и мы будем их слушать обсуждать сравнивать с тем что было раньше вот он обладал таким свойством удивительным его музыка была такой которая вечно просто вот она всегда она как как земля она всегда существует тем не менее вот он исчез из нашего материального мира слава богу остался в мире главным то есть нематериальным конечно пластинка трансформер 2 его альбом достаточно уже древний но очень хороший с этого альбома и началась наверное его такая большая сольная карьера потому что творчество группы the velvet underground все вы знаете и который лурит творил это все-таки вывод underground это все-таки underground и эта музыка стала мейнстримом уже довольно давно но с момента с того момента как группа the velvet underground распалась до того момента как она стала мейнстримом когда ее признали стали копировать делать кавер-версии на песни вы вот андеграунд и пытаться сделать что-то похожее на в этот андеграунд прошло достаточно много времени признание пришло позже а сольная карьера лурида задалась вот пластинки трансформер потому что он выпустил целую пачку таких песен которые до сих пор звучат до сих пор видные попсовые артисты перепевают песню например perfect day например песню walk on the wild side например песню satellite of love этих трех уже достаточно для того чтобы войти в анналы не побоюсь этого слова и лурит конечно же вошел в анналы с этой пластинкой и после нее нужно было что-то делать дальше что-то делать дальше совсем недавно мы с вами разглядывали пластинку группы pink floyd the wall пластинку pink floyd the wall продюсировал боб эзин как вы помните да как вы знаете замечательный музыкант замечательный продюсер один из тех кто создали звучание хард-рока звучание тяжелого рока человек который записывал пластинки нет не записывал даже который делал пластинки элиса купера делал пластинка группы kiss много чего он делал обожал вот это тяжелое звучание и умел с ним работать собственно говоря в стене как начинается пластинка pink floyd стена с такой тяжелой гитары с таких тяжеленных гитарно-барабанно-басовых фраз которых у pink floyd не было вообще никогда не на одном альбоме такой тяжести сметающий трактором ее не было ни до не после этой самой стены но при этом боб эзин обожал всякое вот это вот красиво оркестрова пафосно оперно европейско аранжированное звучание грандиозности бажок по которого в стене у пинк флойд более чем достаточно там очень много всего вот этого больше даже чем во всех пластинках пинк флойд вместе взятых наверно все это в стене боб эзин сконструировал такое здание мощнейшее и они сошлись с луридом в творчестве боб эзин и лурид гитарный человек который пел песни под гитару в сопровождении рок-группы но все это было гитарно и достаточно лаконично достаточно скупо и вдруг появилась вот эта штука под названием берлин практически рок-опера а точнее сказать музыкальный широкоформатный фильм поймите меня правильно это никакой не фильм это звучит как кинематографическая полотно очень визуальная такая вещь которую слушаешь и одновременно смотришь она прямо вот прямо вот такая и удивительное дело вот этот самый гитарный наш лаконичный лурид с монументальным оркестровым бобом эзерином нашли друг друга более того они нашли не просто друг друга они нашли еще кучу музыкантов которые записали вместе с луридом эту штуку например майкл брекер и рэнди брекер соответственно тенор саксофон и труба исключительные совершенно джазовые музыканты джек брюс бас-гитара он здесь я показал показал может быть даже больше чем в группе крим энцлиден бар ударные боб эзерин играл сам на фортепиано и мелатроне стив винвуд тони левин вместе с джеком брюсом на бас-гитаре но там то не реально здесь в одной песне только играет на гитаре ну из известных нам людей еще здесь дик вагнер и стив хантер два замечательных гитариста с плотнейшим гибсоновским рябущим и поющим звуком это воплощенный хард-рок вот воплощенный хард-рок вы скажете воплощенный хард-рок это джимми пейдж и ричи blackmore нет потому что они уходят то на восток то глубоко на запад то в джаз то в европейскую классическую музыку иногда все-таки они так летают они все умеют да все хорошо а хантер и вагнер это без всякий без всякой дури откровенный настоящий мощный сочный техничный хард-рок помните альбомы элиса купера период billion dollar babies вот там hunter и вагнер в полный рост играют и они кстати остались после этой записи в группе лурида и играли довольно долго там во всяком случае два концертных альбома рок-н-ролл animal и лурид лайф с хантером и вагнером они являются что странно для лурида образцом тяжелого рока настоящего с этими двумя гитаристами ну прости вы винвода я уже говорил удивительная история берлин и берлин здесь читается просто как родной его видишь берлин вообще это я тут не 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 играю никакой роли мое мнение конечно двадцать пятое но берлин это один из любимейших моих городов я там был много раз и может быть он любимая из-за того что это была моя первая заграница свое время там в самом самом начале девяностых я там успел побывать аккурат перед разрушением берлинской стены прямо вот за несколько дней я еще застал западный берлин то есть тот берлин о котором здесь поется молодые люди наверное не представляют даже вообще не в курсе еще что такое было западный берлин такой островок капитализма в разливанном море социализма обнесенной стеной и это такая страшная трагедия потому что берлинской стене вообще отдельно можно рассказывать это долгая история написана масса книг снята масса фильмов о том как были разделены семьи любимые друзья и и прочие оказавшиеся по разные стороны стены и многие погибали перелезая через эту стену что я рассказываю все это можете прочитать и без меня и берлин был конечно мистическим местом он остается до сих пор мистическим местом это абсолютно такой с одной стороны город очень живой летом солнечный зеленый мягкий теплый уютный но при этом этот город который населяют призраки вот если там пожить погулять походить он он настолько пронизан мистикой магией какой-то какими-то влияниями непонятными неясно что там происходит ну это в то время это был еще центр докаданса на самом деле в берлине там там было все там вот в этом море социализма на маленьком островке западного берлина бушевал разбрат самый самый настоящий разбрат все эти понимаете какие клубы все эти сами понимаете какие вещества сами понимаете какая музыка берлинский берлинский авангард вырос оттуда караут-рок вырос он правда располз и по восточному берлину но тем не менее в берлине был взрыв этого искусства помимо всякой неприятной жизни тому чем углы приятного хорошего творческого яркого настоящего музыкального и берлин оказал огромное влияние конечно на очень многих артистов но тем не менее этот самый музыкальный фильм это рок-опера лурида она повествует тоже так довольно разорвана в сюжете но единая история все-таки здесь складывается о двух людях мужчине и женщине любовниках которые были разделены в этом берлине разорваны оторваны друг от друга это очень невнятно здесь проходит они в общем-то встречаются и имеют друг друга и с друг другом отношения но тем не менее берлин здесь присутствует как такая разделительная черта и разлагающая черта потому что пластинка очень мрачная по сюжету и по музыке тоже очень безысходная еще мрачнее чем стена даже кто-то в комментарии написал когда я сказал о том что стена это мрачное безысходное произведение человеком как же а берлин берлин еще еще мрачнее и безысходнее и записан тем же самым бобом эзерином с невероятно красивой музыкой с очень красивой музыкой начинается он со со странных звуков заторможенных на магнитофоне но узнаваемых это шум кафе шум ночного бара со стуком бокалов где-то там поют happy birthday to you невнятно потом начинается фортепианная пьеса чисто шансонная но очень красивая которая называется берлин лурит поет вот эту вступительную часть про берлин сидя в прокуренном баре но это слышно но слышно так хорошо спродюсировано что это видно прямо вот дышишь этим дымом после чего врубается из-за всей силы уже боб эзерин которого лурит окоротить конечно же не мог он еще не имел такого авторитета чтобы командовать богом эзерином им вообще попробуй по командой он сам кого хочешь угомонит и пошла песня lady day оркестровка сметающие все при этом оркестровка довольно скупа в инструментариях потому что инструменты рок-группы две электрогитары бас-гитара барабаны плюс пачка духовых и в общем то и все и мелатрон но этого уже достаточно кстати говоря и такая это тяжелая оркестровая вещь которую подхватывает лурит и поет с каким-то ошеломленно как-то ошеломленно даже слушая эту фонограмму представляю как он в студии пел вокальную партию с этой грандиозной пачкой оркестровой такой но это это не то что оркестр там ля-ля-ля сидит это рок-группа наяривает с джеком блюзом на басу два гитариста hunter и вагнер и такое там такая мощь такой плотняк просто идет после чего мы в мэнов good fortune перехватывает прямо с другой мелодии с другой гармонии перехватывает эту самую lady day также мощно также оркестрова также плотно мы на в good fortune карлан сейс one вот мы на в good fortune кстати там джек брюс проявил чудеса бас-гитаризма будете слушать обратите внимание на партию бас-гитары которая играет там ну просто такую мелодическую линию отдельную параллельную что заслушаешься просто этой бас-гитары поехала карлан сейс number one начинается как рок-песня такая с акустической гитарой даже но в какой-то момент вступает струнная группа и пошел вот этот ураган оркестровой снова и он продолжается дальше на how do you think it feels и о джим две песни подряд слепленные в одну такую оркестровую сюиту который дарит уже совсем не на шутку но потом отдых приходит с карлан сейс карлан сейс number two уже попроще попроще но все очень страшно потому что здесь и наркотики и членовредительства и драки и измены и отбор детей у женщины и самоубийство женщины и финале лурит поет set song поет примерно о том что ты умерла но в общем мне теперь будет полегче а тебе бы все равно кто-нибудь переломал ноги на этом пластинка благополучно заканчивается несмотря на все эти ужасы которые я здесь описал музыка удивительной красоты удивительной мощи плотности и рока в америке все были аши ошеломлены этим альбомом ошарашены не крутили его на радио домохозяйки падали в обморок от такого никто его не покупал а признание пришло позже так же как и квелвет андеграунд в общем пластинка вот такая пойду выпью за нее пока